Заслуженная победа, хороший матч, с учетом тех потерь, которые у нас были перед этой игрой, мы потеряли всех нападающих, всю опорную зону, поэтому, безусловно, это очень важные позиции на футбольном поле, но вышедшие ребята, они молодцы, проявили все свои хорошие качества и одержали заслуженную победу. Ну, что сказать, первый тайм неожиданно сыграли, ну, скажем, плохо. Планы были другие, конечно, но нефтехемик сыграл намного лучше, у нас были определенные проблемы, и в том числе не только в обороне, и когда у нас был мяч, в принципе, не делали то, что должны были делать. Второй тайм, ну, на самом деле, получился получше, но если посмотреть гол, который мы пропустили, там, где после розыгрыша упустили игрока, а после прострела, где наших три игрока были и один игрок нефтехемика, проиграли практически единоборство, и нефтехемик вел 2-0. Конечно, это было сложно, отыгрались быстро, один гол, вроде были подходы, были моменты, могли сравнивать счет, но в конечном итоге проиграли. Это, конечно, третье поражение подряд у нас, такая серия негативная у нас не было, долго, но это футбол, надо двигаться дальше. Как психологическое состояние команды? Дарит эти три поражения? Ну, конечно, это сложные ситуации, давление это нормальная вещь в футболе, кто не готов, видишь же давление, он и не может двигаться вперед. Вот вы сказали, что у вас были проблемы в обороне, а у нефтехимика на самом деле были проблемы с нападающими, потому что три нападающих выбыло по травмам. Вот как-то это чувствовалось в игре, или в чем конкретно нефтехимик доставил вам проблемы? Ну, у них играл Уридия сегодня, если не ошибаюсь. Десятый номер играл сегодня? Да. Я не знаю, он же все время играет. Как три нападающих выбыло? Ну, три нападающих на травме. Ну, я не знаю. Как сказал наш тренер? Ну, я понимаю, но я то, что смотрел, Уридия все время играет, и это самый опасный игрок. Он же играл сегодня. И играет все два нападающих. У вас футболист в конце матча красную карточку получил. Вы как на такие выходки, что ли, реагируете? Потому что, во-первых, это была красная карточка, он пропускает следующий матч, во-вторых, это были последние минуты, которые, в принципе, арбитр не компенсировал никак. То есть вы потеряли драгоценное время. Ну, скажем, это неумное решение, необдуманное, понимаете. У нас же кавказская кровь. Мы можем сказать до этого момента, что у нас команда была, в принципе, дисциплинированная. То есть таких ситуаций у нас не было. Конечно, надо это резать. С одной стороны, это же красная карточка, не могу играть в следующую игру, а с другой стороны, это ничего нам не принесет хорошего, потому что то мало времени, которое у нас было, оно еще сократилось на самом деле. Поэтому, еще раз повторюсь, это необдуманное решение, ну, необдуманное действие, наверное, тоже решение.